Украинская столица 17.00. Мы продолжаем рассказывать о происходящем в Украине и мире и далее о главном к этому часу. Все 157 человек, находившихся на борту Боинга 737 эфиопских авиалиний погибли. Это 8 членов экипажа и 149 пассажиров. В числе жертв граждане по меньшей мере 33 стран. Украинцев среди них не было, заявили в департаменте Кольцовской службы Украины. Лайнер выполнял рейс из Адис-Абебы в столицу Кении, Найроби. Самолет вылетел утром в 8 часов 38 минут по местному времени и уже через 6 минут пропал с радаров. Причину крушения выясняют. Когда мы приехали в аэропорт в ожидании родственников, которые находились там на борту, посмотрели на время прибытия. Там писало, что самолет прилетел вовремя. Мы просто сидели и ждали. Смотрели, как люди выходят и были уверены, что наш родственник тоже появится. Но затем в соцсетях мы увидели, что самолет потерпел крушение. Осудить российскую агрессию призывает международное сообщество и лидеров демократических стран президент Эстонии Керсти Кальюлайт. В своем твиттере она напомнила о пятой годовщине аннексии украинского Крыма России и отметила, что мировое сообщество не должно об этом забывать. Ранее международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия Москвы, а страны Запада ввели ряд экономических санкций. На передовой с полуночи тишина. Не зафиксирована ни единой провокации, сообщает спикер Министерства обороны Украины Максим Проута. Вчера российские наемники огонь открывали трижды. Среди украинских военных погибших и раненых нет. Из минометов боевики обстреляли украинские позиции в Попасной, в Луганской области, а также в Лебединском. Это поселок в 20 километрах от Мариуполя. Кроме того, уже традиционным для себя способом российско-оккупационные войска в очередной раз прибегли к коварной провокации в районе Станицы Луганской. Совершив около 11 часов вечера 10-минутный обстрел и стрелкового оружия со стороны оккупированной Николаевки. Взрыв в центре Стокгольма. По сообщению местных СМИ, на въезде в туннель взорвался городской автобус. Он зацепился газовым баллоном на своей крыше за дорожный знак. В результате баллон взорвался и загорелся. Пожарные гасили огонь почти час. Вместе с тем, облака черного дыма от пожара были видны из разных частей города. На момент аварии пассажиров в автобусе не было. Тяжело ранен водитель. Его в критическом состоянии доставили в больницу. Стрельба в ночном клубе в мексиканском городе Саламанка. Погибли 15 человек. Еще пятеро ранены, сообщили в местной полиции. Рано утром группа вооруженных людей в масках ворвались в ночной клуб и открыли огонь. В заведении на тот момент находились около 20 человек. Когда полицейские прибыли на место, нападавшие успели скрыться на грузовике. Кто устроил стрельбу и по какой причине, пока неизвестно. Сейчас полиция проводит расследование происшествия. Более 15 тысяч человек вышли на митинг в Москве против закона об изоляции России от интернета. Во время акции правоохранители задержали 15 человек, еще 13 после. В руках активисты держали большие связки синих воздушных шаров. Однако при задержании волонтеров они улетели в небо, не поместившись в двери полицейского автозака. Как написал оппозиционер Алексей Навальный в Твиттере, полицейские потребовали лицензии на шары, назвав их беспилотным летательным средством. Законопроект об изоляции российского сегмента интернета от всемирной сети депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Если закон примут, власти смогут контролировать домины, пути трафика, блокировать их и обязать провайдеров ставить оборудование для отслеживания. Почему им страшна свобода? Почему им страшна свобода информации? Мы все с вами прекрасно понимаем. Потому что они боятся за свои миллионы, миллиарды. Они боятся за свою власть. Конституционный суд Молдовы официально утвердил результаты парламентских выборов, которые состоялись 24 февраля. Также утверждены мандаты депутатов, избранных и по партийным спискам, и в одномандатных мажоритарных округах. Всего в новом парламенте будет 101 депутат. Больше всего мандатов у партии социалистов. Однако из-за политических разногласий пока не ясно, удастся ли какой-либо из полицил сформировать правительство. «Тарас. Возвращение» – так называется художественный фильм Александра Денисенко. Лента рассказывает о последних неделях пребывания Тараса Шевченко в ссылке в Казахстане и о преследовании Кабзаря агентами царской тайной полиции охранки. Первый публичный показ провели в музее Тараса Шевченко в Киеве в день рождения Кабзаря. Работу над фильмом Александр Денисенко начал еще в 2011-м, а уже через год сценарий выиграл конкурс ко 200-летию со дня рождения поэта. Однако тогдашняя власть требовала вырезать сцены, направленные против российского империализма. Реализовать проект удалось только в 2016-м году. «Основная задача была показать душу Шевченко, его стремление к свободе. Когда я писал сценарий, я не думал, что он будет в это время, потому что это освобождение Шевченко из российской ссылки через различные преграды. Но то, что это будет перекликаться с освобождением наших военнопленных, я тогда не думал». Снимали фильм в Украине и Казахстане. Всего задействовали четыре десятка разных локаций и около сотни актеров. Главную роль Кобзаря исполнил театральный актер Борис Орлов. «Цекавый сценарий, незвычный». «Интересный сценарий, необычный для актера, художественный. Много чего нужно уточнять, то есть такой, с которым можно работать». Музыкальным сопровождением картины занималась певица Катя Чили. Кино показала Тараса Шевченко с новой стороны, говорят зрители. «Это совсем другой взгляд на Шевченко. Не такой, как мы привыкли видеть и какой нам подают в школе. Что это такой более строгий мужчина, и вот он всегда в этой шапке, в своем кожухе. А тут он совсем близкий к нам, со своими ежедневными проблемами, переживаниями. Это сокращает дистанции и очень интересно». Бюджет фильма «Тарас» – возвращение более полутора миллионов долларов. Половину выделило государство. В ближайших планах показать картину на больших экранах по всей стране. Тамара Кононенко, Вячеслав Смирнов, UATV. И весенний пикник. Проводы зимы организовали в столичном гидропарке. Пригласили семьи, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах. Для них организовали игры, конкурсы, квесты, туристические испытания. Всех накормили блинами. В конце масляной сожгли дидуха. Больше расскажет Ольга Волынец. Семилетнему Лёше надевают снаряжение. Впереди прохождение канатной дороги. На ней мальчик держится уверенно. «Нет, потому что я понимаю, что если я упаду, то вы влезешь на тросе». Его страхует волонтер Даниил. Малыш, стой, не переходи дальше, пожалуйста. Мы учим их тому, что развлекаться можно на природе, хорошо и отдыхать. Лёша – один из приглашенных на праздник Масляной. Киевский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи уже пятый раз собирают семьи вместе. Мы работаем с семьями, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Мы решили их пригласить на это мероприятие. Всего пригласили 100 семей из 10 районов Киева, чтобы они приняли участие в соревнованиях, конкурсах, получили призы и попробовали блины. 15-летний Геннадий на Масляне не впервые. Мы уже играли в разные игры по дороге сюда, грелись у костра. То, что я получил много позитивных эмоций, больше всего нравится. Сюда мальчик пришел с бабушкой Людой, она же его опекун. Воспитывает Гену и двух его младших сестер. Нравится атмосфера самопраздника, нравится, когда чучело сжигают, все так дружно становятся уколы. И все такие веселые, позитивные. И здорово, что организация старается, чтобы нам было здесь весело. Конкурсы, игры, веселое развлечение для детей и для взрослых. Дети из лент плели косы, испытывали себя на скорость и дружно перетягивали канат. Наталья работает в банковской сфере, а свободное время проводит с пользой, помогает детям окунуться в атмосферу праздника. На подобном мероприятии волонтерят в третий раз. Для меня это очень важно, мне очень приятно общение с детьми. И делать что-то бескорыстное, получать заряд эмоций, это бомба просто. Всех, кто пришел на массы, ну по традиции угостили вкусными блинами. Сегодня у нас блины с маком, обычные и со сгущенным маком. Завершили праздник традиционным сожжением дидуха. Таким образом наши предки прощались зимой и встречали весну. Прощенное воскресенье завершает масляную неделю. Завтра у христиан начинается Великий пост. Ольга Волонец, Вячеслав Смирнов, UATV. На этом пока что все. Сайт телеканала UATV.ua. Следующий выпуск меня, чем через два часа. Оставайтесь с нами, будьте в курсе. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok